Турнир Владивосток Оупен всего за три года своего существования превратился из городской соревновательной встречи в международную битву, на которую съезжаются выдающиеся представители такой борьбы, как джиу-джитсу. В этом году состязания собрали порядка 300 участников. Схватки во Владивостоке стали практически центральным событием для Евроазиатской Федерации этого вида спорта. В принципе, как обычно, у нас приезжают наши китайцы, которые мы уже давно с ними знаем, дружим и к ним ездим на их фестивале. Вот, также в этот раз выступает и представитель у нас из Таджикистана и Узбекистана. 210-220 по Кокуто и человек 70 по Невадзе. Кокуто и Невадзе – это основные дисциплины в джиу-джитсу. На турнире их разделили на два разных ковра. На первом, Кокуто, проходили полноконтактные поединки в шлемах. Агрессия, скорость, мощные удары – все это именно здесь. А вот на втором ковре спортсмены были более спокойны и расточительны, так как Невадзе – это борьба, где все решает тактика и выносливость. Я выбрал джиу-джитсу, потому что это все-таки смешанный вид единоборств. Здесь полный контакт, ударная техника, борьба. И это все как-то затягивает. Сначала я пошел на джиу-джитсу, потом я прозанимался там год, и папа отвел меня на джиу-джитсу. И как бы затянул, и так все продолжилось. Больше нравится, да? Ну, больше нравится, да. Соревнования такого масштаба во Владивостоке увидишь нечасто. Все дело в том, что джиу-джитсу за последние годы немного потеснили другие, быстро набирающие популярность виды спорта, вроде ММА, кудо или самбо. Но, как отмечают специалисты, японская борьба среди всего этого перечня чувствует себя комфортно и не боится потерять актуальность. Все мы уживаемся, все мы, если есть возможность, мы выступаем и там, и там. То есть, ну, спортсмены, как правило, если они универсальны, они могут работать по разным направлениям, да, но заниматься в клубе конкретно, в жиу-джитсу, в клубе кудо, там, да, в клубе ММА. Владивосток Оупен – последние крупные соревнования в городе в этом году. Это отличная возможность подвести итоги сезона и успеть пополнить свою копилку престижными наградами. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова